Ох, мы вчетверо. Кузьмин! Ха! Наконец-то попался в тебя! Здрасьте. Привет. Привет. Блин, ты знаешь, что я ловила его? Вот попался. Зачем? Ты в меня влюбилась? Нет, просто там. В смысле нет? Нет. Блин, это похоже на мою подругу, которая нас связывает только с сексуальными отношениями, но это не она. Та в Бельгии живет. А ты изобразник, что ли? А что? А что? А ты меня в Сербии смотришь, что ли? Да. А много в Сербии меня смотрят? Да не. Это я увлеклась русскими. А, вот он. Ты мужа ищешь или что? Нет. В чат-рулетке мужа, блядь, найти. У тебя какие-то есть вопросы ко мне? Нет. А за что ты меня искала? Больше нет вопросов. Как тебя зовут? Просто чтобы выйдет. Как тебя зовут? Милана. Как? Ми-ля-на. Ну, Милана, ёпт. Милана. Ну, можно Микка, покороче. Микка, Микки Маус. Да, ну-ка ты красивый, кстати. А кто с тобой рядом? Представь его, пожалуйста. Зачем тебе? Ну, просто, ну... Там и дружок. А, просто дружок. Ага. Ну, блядь, я понял. А что? Чем привет, кстати? Ничего личного. Просто дружок. Ну, а как мне к нему обращаться? Так же или как-то? Да, дружок обращайся. Ну, не знаю. Не обращайся, слушай. Я на самом деле наблюдаю просто за твоим поведением, а ты говори. Я как будто бы здесь меня не считаешь... Если хочет представиться, пусть представится, если не хочет. Не-не, я очень желаю. Ну, не хочет. Ага. Я не буду за его говорить. Да, видишь, а он не любит мой контент. Вот видишь, какая штука. А я даже не знаю тебя, честно говоря. Вот, поэтому ты и не любишь мой контент. А я не знал, что ты с Раменского, кстати, говори. Я думал, что... А Раменское, это же он недалеко от Люберес. Я там жил когда-то. Ну, вот я и сам из Раменского. Я не тебе говорю. Где твой гусь? А, он ему голову сломал. Гусь, повернись. О, ноу. Повернись, гуслик. Ага. Где гусь? Покажи гуся. Он ему голову проломил. А-а-а. Нету гуся. Есть. Ох ты, блин, он вздох. У него с головой проблемы, наверное. А у меня... А у меня зайка, подожди, сейчас покажу. Гуся, гуся. Ну, он симпатичный, кстати, да, ребят? Да, да. А это кто? Это зайка. Ай, хуяйся, зайка. То есть это у вас зайцы там такие? Это мне из России подарок. Прикольно. Прикольно. А хочешь ли я тебе тоже что-нибудь пришлю? Не знаю. Ну, так далее, нет, как-то не знаю. Ну, а что ты хочешь признать? Ну, мне такой официент странный, но он прикольный. Ну, я же серб... Ну, я ни разу о сербах даже не слышал, чисто сербский язык даже не слышал ни разу. Ну, если хотите, я могу что-то на сербах. Сербка на русском. Да. Мика, сербка на русском. Ага, вижу. Нашел? Ага, вид нашел. Так, это у тебя 4035, да? Да, я маленький, этот, стример. Ребят, подпишитесь по-братски, пожалуйста. Ух ты, спасибо большое. Поставьте все плюсы в тех, кто подписался на нее. Спасибо большое. Сейчас. Нет, жопотечный, а ты замужем вообще, нет? Я не замужем, у меня парнис. Ну, хуевый парень-то нам. Хуевый парень. А, это ты, что ли? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ну, просто она находится в Сербии, а мужчина там военный, вот, между прочим. Поэтому, как-то, знаешь, ты… Ты очень… Вот сколько я тебя послушал чуть-чуть, у тебя очень много пафосных и вот свысока зазвездившихся каких-то выводов, блин. Да, у меня есть такой, потому что, ну, я чисто контент делаю. Так, на самом деле, я, ну… Ну, другой пафос. Ну, бывает, что такой, знаешь, образ такой есть. Да, есть такой образ, который я просто, ну, для подписчиков делаю и так далее. Ну, мне нужно это делать. То есть, ибо это нет контента никакого. Ну, и делай просто на ней контент. Делай контент, вот, вырежи там конкретно, чтобы… Как я могу делать на ней контент, если я ее тут пиарю? Как я могу на ней делать? У меня есть контент, братан. Друг друга… Так она же, ну, взаимно тебя тоже соответствует… Братан, 45 тысячи подписчиков и 754 тысячи подписчиков… Ну, да, да. И 754 тысячи, это что ты делаешь там… Ну, вот, представляюсь себе, поэтому… Ты даже не писали, честно говоря. А как он называется свой канал, мне очень интересно, про что ты делаешь. Артем Кузьмин. ФСБ. Ой. Смотри, смотри… Смотри, смотри… А, это ты в шапке ФСБ сидел до этого, что ли? Так я… Подожди, ты раньше в кепке ФСБ гулял? Ну, тогда я тебя знаю. Да, да. Понятно. Поэтому ты должен понимать, то есть, что не нужно близко мои слова к сердцу прямо исправить. Это да, я это поняла за последние времена. Я просто не знал, кто… Ни хера себе, ты сделал почти миллион подписчиков, это ж пиздано, собственно. За два года. За два года. За два года. А, у меня, вот видишь, за два года четыре тысячи. Если, ну, это, наверное, будет некорректно, но вообще пользуюсь таким торпедированием, как какие-то накрутки, вот, для начала, для того, чтобы как-то алгоритмы YouTube сломать. Ну, условно. Смотри какие-то накрутки. Теперь возьми и просто посмотри мои шорты. Ну, и что, и что будет? Ну, смотри, у меня полмиллиарда просмотров. А, фига себе. И поэтому тут это бред говорит. Я не знаю, может быть, есть какие-то существуют. Я имею в виду, что, ну, делают ли так. Я уверен, что делают. Люди, сколько? Возможно, как-то воздействовать на алгоритмы YouTube, тем, что ты будешь... Нет. Люди в шоке от того, они мне такие, блогеры, говорят, а ты слушай, а ты делаешь какие-то хэштеги, ну, чтобы люди больше отсмотрели. Я говорю, посмотри хоть на моем одном ролике, есть ли один хэштег. Нету. Ага. Мне кажется, что там уже сам поисковик по голосу у тебя будет по часто повторяющимся фразам там что-нибудь выбирать и делать хэштеги сам. Я уверен, что такое даже есть. Не знаю, но у меня нет вообще ни одного ролика хэштега. Вообще ни на одном. Потому что это все делает YouTube сам. Один ролик, у меня, допустим, один ролик в 22 миллиона просмотров он набирает по 50 тысяч подписчиков. То есть один ролик. А я знаю, что хотела сделать. Подожди, подожди. Картошка. Его можно назвать картошкой. Знаешь, что я хотела сделать на самом деле? Почему я ловила тебя? Я хотела увидеть, раскусываешь ли ты меня, откуда я и что. Знаешь, это твоя программа, которая там, ты с украинцами говорил, там, я знаю, что-то делал, и там, а, тебя так-так зовут, фотографии, я просто хотела увидеть. А это не интересно, только потому что, как тебе сказать, это нужен диалог и эмоции. Да, да. Но у меня эмоциональный контент, когда люди то плачут, то удивляются, кто свеет. А я хотела подыграть тебе протворяться. Я просто хотела увидеть из копейки протворяться. Надо уже что-то новое придумать, потому что это уже штука, ну, всем уже известно, да, что ты, о, ты меня знаешь оттуда, оттуда. Надо уже... Ну, он слишком известный сейчас, чтобы... Не, не, он, я не про него конкретно, а вообще про, вот... Пускай другие думают. У меня пока что есть эпохальные темы. Им каждому ролику он залетает. Да, короче, сегодня я был на стиме у одного, короче, блогера, и он гулял уже по старой рулетке, по Оме, ТВ, что ли, там где-то, и его вообще не блочили. Так что, похоже, они там булки подрасслабили, можно залетать. Я тоже могу залетать на ту рулетку, но у нас есть программа специальная, в которой мы покупаем сервера, и профси-сервера, и аккаунты. Мы можем заходить, но меня просто видит лицо и в первую секунду банит. Вот, я, ну, я поэтому и говорю, что сейчас уже вроде как работает нормально. Вот надо зайти попробовать. Нет, сегодня шесть аккаунтов забанили за десять минут. Ну, значит, это, значит, видимо, у них обеденный перерыв был тогда, когда я их смотрел, потому что такое может быть, на самом деле. У них бывает, что они, что-то они где-то ночью там глубоко или под утро, они могут там спать и вот это. Да, да, да. Не, ну, под утро я там не сижу, потому что смысла нет. Ну, хуй его знает, может поговорить там за рубежом каким-нибудь. Можно вообще, вот, кстати говоря, если выставить себя под американским флагом или под какие-нибудь погулять, то можно подольше продержаться и нормально даже успеть что-то поговорить. Они, они сидят, они подписаны на наши каналы. В общем, все. И когда ты выходишь в эфир, им... Они видят его в ютубе, да, я понял. Я потом, когда меня не банили, я говорю, ну что, петух, забани меня сейчас. Он просто берет, через секунду сразу банал. А можно, знаешь, как сделать? Можно тогда делать не прямые трансляции, а ты гуляешь сам поодиночке и из-под какого-то канала там левого, а потом это скидываешь уже в нарезке оттуда, которые... Ты куда пошел тут? Этим, этим я раньше и занимался, но это нужно очень много времени. Я понял. Короче, я раньше просто, почему у меня было очень много роликов, потому что я сначала, ну, бестрема это все делал, выкладывал. Я же сначала по ТикТоку развивался. А потом ТикТок забанили, у меня где-то три канала по 250 тысяч человек. И YouTube я просто думаю, ну все, пизда, пойду наху на завод опять. И раз еду там в электричке хуякс миллион-полтора просмотров, думаю, 4 тысячи подписчиков уже за один день. И просто по 8 тысяч в день наху начало ебажить. Ну, блин, интересный контент просто. Это ты глаз бога делаешь или через что? Там ни одна программа, глаз бога я ни разу не пользовался. Кстати, она какая-то не очень сильно легальная, лучше... А, понятно. Ее там просто предупреждали очень жестко использовать ее Я так понимаю, что она очень до хера данных там раскрывала лишних, но... Врата, в открытом доступе есть все. Просто ты оплатишь, смотря сколько. Если ты 500 тысяч заплатишь там какой-то сервис, то тебе там вообще все выдает, а люди. То есть есть такие сервисы, но они... Есть такие провайдеры, которые, например, данные не выдают, вот в которых и там я лично, например, работал, как бы я знаю, что там не выдаст ничего. Потому что там есть серые линии были, проходили, например, Верайзеновские. А Верайзен был вообще... Поэтому это все зависит от того, как ты... И вот там, где... А у нас обычно было предоставление B2B, но иногда пользовались частные лица физические наши услуги, нашими услугами. И это были те, которые вот жили в том же доме, где, ну условно, где, короче, у нас провода все. Ага. И вообще проследить, что она будет идти по официально незарегистрированным проводам. Я... У меня есть программа, в которой можно удалить любые данные с интернета всего. Просто, блядь, с одним закромтом. Круто. Блин, слушаю, очень интересно. Да, но мне это делать не нужно только потому, что я на многих сайтах есть. У меня же там биография, хуйяйфи там и так далее. Но есть такая штука, когда ты можешь все данные с интернета удалить. Это, в смысле, услуга какой-то компании, ты имеешь в виду или... Есть такой обычный бот. Ну, понятно, что, в принципе, ты и раз есть услуга компании, что ты и сам можешь что-то найти. Мод? На что мод? Бот. А, бот? Бот? Хера себе. Просто через... Его как батник запускаешь там или что? Нет. Ты просто там свою фотографию, личность опознана, твоя вся. И просто там удалить вообще со всего интернета. Смотри, у меня, например, есть... У меня есть такая херня, что я как-то зарегистрировался в Яндекс услугах, а потом меня как бы уже... Я ни разу не воспользовался предоставлением своих услуг. А меня... Мне начали звонить уже годы через четыре. И, короче, я понял, что я зарегистрировался в этих Яндекс услугах через аккаунт рабочей почты, в который мой аккаунт уже удалили. Восстанавливать они его не собираются. Яндекс говорит вот только через... Ну, короче, я там что такое... Я даже звонил, созванивался с ними, с этими менеджерами. И теперь мне за вот это единственная фотография, понимаешь, за мной бегают, носятся и звонят. Ну, не часто уже, точнее, уже давно не звонят, на самом деле. Нет, все есть, все со всего интернета может за один раз, блядь. То есть за сколько, за три минутки, за две можно все удалить. Ну, мало кто об этом знает. А ну-ка, как... Давай-ка, можно... Можешь написать что-нибудь в чате? Ему очень интересно. А я хуй... Я бы нахер поудалял все, честно говоря, что есть там... Почему? Ну, потому что... Чего боишься? Я ничего не боюсь, просто не надо лишний раз, мне кажется, знаешь... Хотя я уже здесь все по пьяни рассказал, что можно... Блин, ты вообще... Ну, то ли дело я рассказал, а то ли дело есть вот прямо у тебя резюме, что такое-то, такое-то, блядь, там. А мне надо это делать? Что-то... Ну, если хочешь, я просто не... Теперь меня напугал, блядь. Я уже не... не занимаю, знаете... Программирование. Давай, поудаляйся. Сейчас, секундочку. Да я шучу. Это, слушай, но вы так все-таки, ну, парень и девушка совместная, правильно я понимаю? Совместная? Не, ну, как... Ну, вы встречаетесь по интернету, я хуй знаю, как это называется. Она моя интернет-девушка. Ну, мы как, мы, типа, вебкам пара, там, так можно сказать. То есть, ну, в детстве как всегда говорили, скоро будем трахаться по проводу, блядь. Ну, да-да. Ну, то есть, сейчас так и выходит. Да, кстати, я не знаю, что так говорили, так говорили? Говорили. Да, говорили. Что это значит, типа, по телефону имеется, говоришь? Не, ну, когда секс будет запрещен вообще. Ага, я видела это на каком-то фильме, там, где они делали через это. Ну, ты, видимо, ты где-то, там, 80-го года, наверное, да, 81-го, что-нибудь такое? Я 90-го. 90-го, да. Да он старик. Я 88-го, у меня такого что-то не было ни разу. А я 90-го. А тебе сколько лет? 26. Молоденько. Это мы ему сейчас, знаешь, сколько информации придастся? О! Ух! Вообще-то. Если бы я волновалась про информацию, я бы не сидела на интернете. Бля, у нее такой, этот, акцент издатый. А он, я, кстати, тоже. Он не сербский, он не какой-то... Какой? Чекский, чекс-словак. Это акцент сербки, которая сама пыталась выучить русский язык. Я сама выучила русский язык. Вот она выучила русский язык. Постерела. Ну, не, нормально говорить, что-то. Нормально. Иногда предложение строит по-дурацки, а в целом хорошо. Она прямо сидит, она, знаешь, она кульет наступает. Прямо так. Ты спать хочешь? Ну, нет. Вроде нет. В смысле, у нас вообще весело было, мне казалось. Это вы повстречались, на самом деле. Поговорили про ваши всякие там программы, мне захотелось спать. Знаете, я говорю, у меня есть девочка, девчонка, она копит тебя. Как ее зовут? Сейчас вспомню только. Ты, кстати, не написал ничего. Я тебе написал лично. Вот чат. Я тебе букву Ч написал. Мистер Пат. Да, да, должен быть я, блин. Три минуты назад вот этим. Короче, рулетка, блядь, недопиленная вообще ни разу. Вот что вам могу сказать точно. Синяк. Три минуты за сеть. Синяк. Три минуты за сеть. Синяк. бельгии живет света кристина воля поля блин это все твои девушки нет я вспоминаю просто чтобы я просто знаю как я просто тут найти вся вконтакте понимание я забыл короче забыл ну да и являетесь два года не виделись еще похуй а теперь я напомню да кстати про водой лицо эти говорю все просто она чуть-чуть просто чем усекайся но промо одно лицо интересно еще расскажите слово интересно интересно а как ты первый раз сказал интересно гусли все скучают свои какая женщина не хочет смотрит у меня ну пусть не смотрит посмотрит на вас не хочет смотрит на меня молодец спасибо ну наконец-то 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 прикольно прикольно вот и пиши если что там вы же все таки но как бы на расстоянии там дружить и может быть как-то и я могу там влиться в страничок читал сообщение диалог тут сижу ввожу думаю один раз промолчал второй думаю ну ладно все солнце давай если чё пиши звони мужик братух не за как тебя зовут картошка на сказал картошка давай пятюничку если чё без тебя я жду сообщение там где в телеге а я да я не увидел где ты написал чего честно говоря до сих пор я сейчас и искал сначала найдешь там его в телеге я думаю что может после перезапуска рулетки это появится сообщение короче на мой канал заходишь в описании артем и ты тоже мне пиши удачи спасибо за это пока пока тебе чё за чё за прикупал я не помню я читаю твой чат и я слышу хорошо ничего используешь для хайпа нет это он нас использует для хайпа он сказал Hilary подогнал обnya артемь Продолжение следует...